Рев моторов и головокружительные виражи. В Магнитогорске состоялся кубок по ММК по зимнему дрифту. Соревнования прошли на центральном катке и собрали рекордное количество участников. 50 автогонщиков приехали из разных городов, чтобы показать свое мастерство на ледяной трассе. За гонкой наблюдала наша съемочная группа. С самого утра на льду центрального катка раздавался рев моторов. Пилоты знакомились с трассой и отрабатывали навыки экстремального вождения. Первый день это у нас будут лига дрифта. Почему назвали так? Потому что ребята на обычной резине, на гражданской. Все желающие могут соревноваться между собой. Завтра же мы будем проводить лигу про. То есть там будут профессионалы, они будут ехать только на резине мишлен. Пока одни участники изучали гоночную трассу, другие подготавливали автомобили, а их здесь десятки. ВАЗ-2106 была куплена того лета. С Уфы приехала. Вообще эта машина была построена в 2005 году. Не мной, а бывшим хозяином. Раньше была на турбине, потом перевелась на компрессор. Михаил Симачев в Кубке ПАУМ МК по зимнему дрифту участвует во второй раз, как и тогда рядом с гонщиком-любителем. Его помощник сын Кирилл. Он же штурман, механик и вдохновитель, говорит отец. Я люблю Жигули. У меня это далеко не последняя, я думаю, Жигули, не первая. Зову я ее Алиса. Мне нравится, у меня у всех моих автомобилей есть имена. Занимаюсь дрифтом не так давно и не так профессионально. Я больше люблю Жигули, просто как машину. Наверное, какие-то ностальгические моменты сказываются, детство и так далее. Просто люблю эту атмосферу. Гараж, машины, вот этот запах жигулевский. Этот кубок собрал рекордное количество участников ЛАД и Игорь на соревнования приехали специально из Белорецка. Подготовил автомобиль свой, эмоционально подготовился. Ну и в принципе все, больше ничего не поставил. Глушитель приварил. И все, в принципе, готовы. Маленько подкрутили, постучали и поехали своим ходом. Ради эмоций, ощущений, время проводить надо. Понравилось, посмотрели на друзей, как они ездят. Тоже захотели этим заниматься. И вот занимаемся, пробуем, учимся чего-то. Пока достижений нету, пока призовых мест мы не занимали, но стараемся как-то, тренируемся. Дрифт – довольно зрелищный вид спорта. И чаще всего для соревнований пилота выбирают Жигули. В зимнем дрифте отечественному автомобилю, пожалуй, нет конкурентов, говорит Александр Молчанов. Он приехал из Челябинска, но сам родом из Магнитогорска. Из Жигули легкий вес автомобиля, поэтому он может конкурировать и ехать спокойно. И простота автомобиля сама из-за этого. Еще заново залили лед, скользковато пока что еще. Ребята сейчас раскатают, я думаю, зацеп половим, с давлением поиграемся. Думаю, все получится у нас. И самое сложное – это на затыке с поворота уходить и все. Соревнования проходили в несколько этапов. Сначала тренировка, а потом квалификация. Далее сформировали ТОП-32. Затем лучшие участники соревновались друг с другом по олимпийской системе. Мы оцениваем участников индивидуально. Мы смотрим мастерство владения автомобилем, мастерство их адаптации к трассе и к текущей ситуации. Участник должен разогнаться до максимально возможной скорости, начать занос и проехать всю трассу, не прерывая занос, меняя направление своего дрифта и показать красивый чистый дрифт. По результатам заездов определили призеров и победителей. В первый день равных не оказалось Александру Илюшкину. Во второй день соревнований первое место занял Константин Воробьев. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания ТВ.